Добрый день дорогие друзья, сегодня у нас очень необычный гость, стоп, снова халахарки. Добрый день дорогие друзья, мы продолжаем представлять вам в дневнике Кавказского дома видеопортреты замечательных людей нашего города. Сегодня у нас очень интересный человек, которого можно представить, наверное, так. Человек-праздник, человек-бенгальский огонь, человек-бэтмен, летящий на звуках ночи. Замечательный саксофонист, которого знает, наверное, пол города в действительности. Александр Магнус. Здравствуй, Саша. Давненько мы не виделись в связи с этой пандемией. Как живешь, как поживаешь? Спасибо, все нормально, но из-за этой пандемии у нас, не только у меня, у всех людей творчества, у всех музыкальных людей. Ну, это известная тема. Кризис. Но в последнее время я сейчас делаю новую программу, новое произведение, чтобы представить потом людям. Так, хорошо, давайте сначала. Когда вот, Сергей, кто решил, может быть, семья, дома решили, или ты сам решил для себя, что ты будешь музыкантом? В каком возрасте это произошло, как случилось? Это произошло лет шесть, когда мне было лет шесть. Мне хотели определить музыкальную школу. Поступил в музыкальную школу по классу фортепиано. Вот с тех пор, с тех пор начался мой музыкальный путь. До четвертого класса я учился по классу фортепиано, а потом я уже перешел на духовное отделение по классу Габоев. То есть вот сейчас ты можешь подойти к пианину и хотя бы что-нибудь... Ну, я давно не играл уже, очень давно. Ну, это понятно, ты мастер саксофона, может быть. Сыграет, конечно, я играю, для себя, для души, но давно не играл уже. Извиняюсь, я перебил. И вот, значит, музыкальная школа, а потом? Музыкальная школа, а потом уже четвертый класс, когда я до четвертого класса дошел, до фортепиано, значит, я потом перешел в другую музыкальную школу, в третью музыкальную школу на Торбеково по классу Габоя. Учился вот такого замечательного педагога, как Георгий Беридзе, габоист. Вот, и с тех пор я уже перешел на духовое отделение, и потом уже музыкальный техникум, потом уже консерваторию. И это в каком году ты закончил консерваторию, если припомнишь? В 90-м году. В 90-м году. Замечательно. Сегодня, дорогие друзья, мы поступим несколько эгоистично и проведем нашу передачу в несколько в другом ракурсе. То есть, человек, актеры, люди слова говорят, а музыкант, я думаю, должен представлять себя музыкой. Поэтому музыкальные композиции Александра будут звучать у нас периодически, каждые 5-10 минут. Саш, после консерватории как продолжилась твоя музыкальная карьера? После консерватории, я еще до консерватории работал со второго курса в музыкальном техникуме, когда я еще учился. Я начал работать в оперном театре в Билисском, в оркестре, когда мне еще было лет 16-17. Тогда уже началась моя музыкальная творческая деятельность уже, с тех пор. Это был 81-й год. И, значит, проработал я в оперном театре до 92-го года, 3-го. Потом уже в связи с событиями известными уже. Вот. И положение было плохо. И потом я пришлось не уйти из театра, потому что работы не было, не было репетиций, не было ничего. Вот. И я уехал потом в Израиль в 94-м году. И сколько лет ты там? Я там прожил до 2009-го года. Потом вернулся в Грузию в качестве грузии. А там чем, извини, занимался? Там я занимался разными работами. То есть не музыкой? По музыке я работал в симфоническом оркестре полтора года. Но в связи с обстоятельствами там пришлось потом уйти и найти другую работу. Такой вопрос. Ты музыкант, профессия такая. А что для тебя музыка вообще? Профессия — это понятно. А вообще? Музыка — это для меня жизнь. Музыка для меня романтика. Музыка для меня — это любовь. Это все, что существует. Все хорошее, все доброе. Это невозможно объяснить. Как невозможно объяснить любовь, так и невозможно объяснить музыку. Бывает как бы спонтанно. Вот ты сидишь просто, знаешь, у тебя как бы мысли возникают спонтанные. Что-то сыграть такое интересное от души. Иногда бывает, что просто сидишь и... А писать-то никогда не пробудешь? Нет, писать никогда нет. Стихи — да. Стихи? Да. Ну, надо было предупредить. Мы бы подготовились к этому вопросу. Просто так спонтанно, когда я пишу, я... То есть, когда я сочиняю, я их не запоминаю. Это просто так спонтанно. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Ну и как? Я себя чувствую очень уютно, вот, любимо и счастливо. Я, кстати, очень рад и занимаюсь своим делом, играю для людей, и людям это нравится. Ну, это мы узнаем. С большим удовольствием, с большой душой. Помимо музыки, помимо музыки, помимо работы, какие-нибудь хобби, какие-нибудь... Никаких. Просто времени нет, видимо, да? Я знаю твой график, ты... Времени не бывает в основном, и сейчас очень много. Сейчас репетирую, новую программу делаю и так далее. Что-нибудь нам представишь из новой программы сегодня, наверное? Да, сыграю вам. Как у тебя на личном фронте? На личном фронте без либо каких новостей. Да, сыграю вам. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Саша, а вот ты саксофонист, причем такого довольно... Ну, я не знаю, сейчас я не музыкант, не могу судить на эту тему. У тебя есть кумир? Да, я скажу вам, у меня есть кумир, после того, как я услышал его, это было несколько лет тому назад, есть такой саксофонист, он живет в Америке, в Нью-Йорке, Кеннеджи. Кеннеджи, очень хороший саксофонист, он основной мелодист, он играет как-то по-своему, в своем стиле. Вот мне, когда я его услышал, мне он очень понравился. Я вот тогда уже начал заниматься саксофоном уже. Как только я его услышал, я уже перешел на саксофон. Вот, еще есть такой саксофонист, тоже американец, Дев Коз. Дев Коз. Очень тоже хороший, вот мне такие саксофонисты нравятся. Я сам-то не играю очень джаз, я немножко по-другому играю, мирский стиль другой у меня. В основном, более мелодичные, более романтичные, более приятные мелодии играю. А ты, допустим, импровизируешь хотя бы? Ну, по-своему, да, по-своему. Не в таком стиле, как играют джазовые музыканты, нет, конечно. Я джазу не учился никогда, и просто то, что я воспринимаю музыку по-своему, я вот по-своему играю. Ну да, я тоже воспринимаю более мелодичные тексты, которые на слух. Переводцы, как все играют, это уже не будет восприниматься так, как нужно. А вот работа, новые программы какие-то, я понимаю, а есть какая-нибудь более высокая цель, допустим, в твоем будущем? Чего бы ты хотел достичь еще большего, допустим? Большего, я не знаю, что еще можно достичь. Я хочу, чтобы люди всегда, когда меня слушали, получали бы удовольствие. Вот это самое главное. По большому счету, наверное, да. Всегда. И стараться быть на вершине. Совершенствоваться. Совершенствоваться. Были какие-нибудь курьезы в твоей музыкальной карьере, в процессе вот всех этих твоих музыкальных движений? Не помню. Не помнишь? Все проходило ровно и гладко? Ну, были какие-то курьезы, но я уже не помню. Может быть, было давно уже. Не помню. Саша, вот ты не раз давал концерты у нас здесь, и я наблюдал за публикой, в том числе за собой, что вот в момент, когда ты играешь, наступает какое-то такое состояние полуэйфории, человек улетает куда-то, вот это просто какое-то блаженство, слуха, ощущение вот этого всего, даже наблюдать, как ты это делаешь приятно. А вот какие у тебя возникают в этот момент ощущения внутри себя? Сейчас скажу. Я, когда играю для людей, для слушателей, я вкладываю свою душу, свое сердце, даже я всегда играю с закрытыми глазами, всегда. И у меня происходит передача моей энергии тем людям, кто меня слушает. Вот стараюсь, чтобы, допустим, в моей музыке они вспоминали бы о своих каких-то событиях, допустим, приятных моментах в жизни, о любви, допустим, и о радости, о всяких событиях, которые приносят приятные воспоминания в жизни. Понятно. То есть ты полностью отдаешься исполнительскому своему искусству? Конечно, только так. Все надо делать с душой. Ну и как ты сейчас себя чувствуешь за время этой пандемии, когда невозможно никуда выйти и вылить эту энергию? Что сделать? Ну такая ситуация сейчас временная для всех музыкантов, для всех творческих людей, которые сидят без работы и очень тяжело. Но, конечно, не надо падать духом, конечно. Надо развиваться, заниматься, репетировать и готовить новые программы. А ты не пытался интернет какими-нибудь программами заниматься? Я имею в виду концерты, онлайн или что-то? Нет, я не пытался. Я лучше всего. Сейчас все восстановится, дай бог, будет нормально. Лучше в живую. Так мне лучше. Я должен видеть зрителя, слышать. Наблюдая за тобой во время концертов, каждый человек может сказать, что это колоссальная нагрузка физическая, потому что с тебя буквально, я извиняюсь, градом льет во время твоих выступлений. Как ты себя физически чувствуешь? Может быть, ты дополнительно тренируешься? Каким образом тебе удается выдерживать все это? Нет, конечно, я никогда не тренируюсь, никогда не занимался спортом, но это просто эмоции мои такие. Когда я играю, у меня выходят эмоции. С помощью своих эмоций у меня выходит все, что есть у меня. Нет, ну как только эмоции, а дыхание, это же какая-то... Когда играешь с любовью, тогда все это как бы не замечается. Ну что ж, Саш, огромное спасибо за твой визит, за твою музыку, которая доставит удовольствие не только нам сейчас с оператором, но и массе людей в интернете. Спасибо большое, будь здоров, мы желаем тебе здоровья, счастья и процветания. Да, я еще хочу добавить, если можно, конечно. Я хочу выразить свою благодарность Кавказскому дому, вам и пожелать творческих успехов, чтобы мы почаще встречались бы, почаще устраивали праздник друг к другу. И всех благ вашему Кавказскому дому, здоровья. Спасибо, Саш, взаимно дорогой. Удачи до встречи уже на большой площадке. Спасибо большое. Саш, взаимно дорогой. 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 Спасибо. Саш, взаимно дорогой. Саш, взаимно дорогой. Спасибо. Саш, взаимно дорогой. Саш, взаимно дорогой. Саш, взаимно дорогой.